Всем привет, мои дорогие друзья! Хочу вам рассказать о плесени в горшках, в вазонах с цветами. Моя знакомая обратилась ко мне с проблемой. Долго я не была в отпуске или где-то была она в кабинете, не было. И потом, приедя, увидела, что в вазонах плесень белая, махровая, пушистая, большая. Все, весь грунт утрыт плесенью. Несколько вазонок. Рассказываю причины, почему это возможно. В Киеве сейчас, несмотря на то, что май уже холодно, а в помещениях тем более холодно. Итак, низкая температура. Притом, насчет температуры можно сказать следующее. Некоторые растения вообще перестают всасывать влагу, впитывать. И это такие, замирают. Такие растения, например, как бегония или суккуленты. При низкой температуре они могут перестать впитывать влагу. Что такое низкая температура? Плюс 15. Вот если плюс 15 и круглосуточно нет, растение чуть-чуть замирает. Поэтому переливать его водой не нужно. И даже лучше его не долить. Итак, первое, отсутствие... Первое, низкая температура или вообще температурный режим проблемный. Второе, это чрезмерный полив, при увлажненности. Третье, это отсутствие солнечного света, прямых солнечных лучей. У нее кабинет выходит на север. Четко на север. Это полутемный кабинет. Конечно, там вообще мало что будет расти. Но еще и первый этаж. Но еще и деревья затемняют снаружи. Но если у вас вот такие вот условия, что нет освещения, то знайте, что плесень, конечно, будет расти. Итак, третье, это плохое освещение. Четвертое, это переудобренный грунт. Переудобренный грунт, это вообще проблема не только для появления плесени, а и для появления всяких вредителей, особенно болезней. Да-да, даже вредители могут появиться, если в грунте чрезмерное количество удобрений. Она только пересадила свои растения перед отпуском незадолго. в хорошую удобренную землю из магазина грунт. Поэтому учитывайте это и не переудобряйте, и не сыпьте туда кучу удобрений. И пятая причина, причина и проблема. Не рыхлили почву. Вы знаете, что рыхление – это сухой полив. Сухой полив, повторю вам, сухой полив. Растения, они не только корнями воду пьют, как многие думают, и питательные вещества из грунта расщепляют с помощью воды, влаги и принимают. Растения корнями еще и дышат. Внимание! Может быть, для кого-то это было неизвестно. Поэтому, если вы не рыхлите почву, особенно есть такое понятие, как корневая шейка многих растений, многих деревьев. Многие удивляются, зачем вокруг деревьев скапывать землю? А для того, чтобы растение еще и дышало. Поэтому пятая проблема – это растение никто не рыхлил. И вот, низкая температура, темное помещение, переливали водой и не рыхлили, конечно же, и слишком большое количество удобрений в почве. Новая земля из магазина. Все это привело к появлению плесени. Что делать? Плесень аккуратно убрать. Даже не потому, что она повредит растению. В принципе, не в этом проблема. А в том, что споры излучают эту плесень. Ну, не излучают, как из спор выходит всякое вредное. Из этой плесени споры грибка. Фактически, это грибок у вас в квартире. А он может привести к различным заболеваниям уже вашим личным. Поэтому вам это не нужно. И поэтому плесень лишнюю уберите. Посмотрите, если растение перелите водой, не поливайте пока. Если в комнате холодная, воздух, вообще температура низкая. Либо, если вы там будете жить, попробуйте подогревать воздух. Либо что-то, в общем, сделайте для того, чтобы растение переставить хотя бы на солнечное окно. Обязательно там, где солнечный свет. Вот такие вот простые условия. И обязательно порыхлите почву. Даже рыхление поможет подсохнуть к грунту. И плесень в большей степени не появится, если вы это сделаете. Следите за вашими растениями. И особенно в эту пору холодную, когда еще не наступило жаркое лето. Но помните, еще раз повторю, что многие растения, такие как бегония, при холодной температуре перестают вообще всасывать влагу. Люди думают, что оно засыхает, потому что ему нечем, нет водички. И его начинают еще больше заливать водичкой. Смотрите, что происходит. Кратко. Низкая температура. Бегония замирает, засыпает. При температуре плюс 15 и ниже. Вот у вас температура плюс 15 установилась и ниже. Бегония замирает. Она вроде бы живая, но потихоньку начинают подсыхать листики. Потому что она перестала влагу принимать из горшка. И люди начинают подливать воды. Грунт намокает еще больше и корни начинают гнить. Вот такие вот дела. Поэтому с поливом и температурным режимом будьте осторожны. Кстати, это не глупости и не шутки. Это частая проблема очень многих цветоводов. Если вы заметили, я вам веду такой репортаж. Попал рядом, в парк рядом с Дорвожичем. Короче, метро в Киеве. И вот такая вот красивая, замечательная телебашня. Когда-то она была самой большой, кажется, в Европе. Может быть, она такой остается, не помню. Проверьте, прогуглите, напишите в своих комментариях к этому видео. Я, конечно, не про башню рассказываю, поэтому могу и ошибиться. Про растения я вроде бы как не ошибаюсь. Будьте внимательны в холодное время года. Вот этот вот осень-зима, когда у нас перепады температуры. Когда у нас такое вот. Когда мы сами еще кутаемся в шубке дома. А ваши растения должны стоять и нет, плесень нападает. Кстати, если у вас появляется плесень, проверьте температурный режим и вообще влажность в комнате. Может быть, она где-то еще есть на стенах, внизу, в стенах. И уберегите себя, свое здоровье и свои растения. Всего вам хорошего.